В 2001 году мне повезло познакомиться с Белл Кауфман, знаменитым автором учительского бестселлера «Вверх по лестнице, ведущей вниз», внучкой Шолома Лейхама. Мы беседовали у нее дома, на парке Веню, в квартире, где многое напоминало о любимом деде. С той беседы прошло 10 лет. Белл Кауфман, отметившая в мае свое столетие, живет как всегда. Читает курс «Иврейский юмор», пишет, смеется и флиртует с камерой. Я родилась в Берлине от того, что мой отец изучал медицину там. Потом переехали в Одессу, и там мы жили во время революции. И так как я родилась в 2011 году, значит, у меня было 6, 7, 8, 9, когда очень было трудно жить. Затем, во время большевиков, всех буржуев или угоняли в ЧК, или они старались переехать нелегально, их убивали. Мой отец был врач, у нас был собственный дом, кухарка, значит, мы были буржуи. И было очень-очень опасно, не только евреи, но буржуи. Так моя мама поехала прямо к Луночарскому, он был министр культуры там, сказала, я дочь Шолом Алейхама. Я хочу навестить мою мать-вдову Шолом Алейхама в Нью-Йорке с моей 12-летней дочкой, трехлетним сыном. И в самые антисемитические времена Шолом Алейхама любили, читали, переводили. Моя бабушка рассказала, когда она раз была в России, матрос русский читал его на русском языке и смеялся. Она говорит, молодой человек, что вы читаете? Он сказал, у нас новый советский юморист Шолом Алейхам, очень смешной советский юморист. Так вот, Луночарский нам дал бумагу с разными штемпелями, специальный вагон, поехали в Ригу, легально. Из Риги на пароход, White Star Line, я помню, в Одессе, в Нью-Йорк. Так, и на том же пароходе ехал в первый раз в Америку, Станиславский, со своей труппой. Так, а если бы не Шолом Алейхам, мы бы погибли? Я помню его голос, я помню его лицо, я помню, как мы гуляли, мне было, может быть, три года. И я держалась за его руку, и он мне говорит, что я ему помогаю писать. Каким образом? Чем я крепче держусь за его ручку, тем он лучше пишет. Так я очень крепко держалась за его ручку, и я беру на себя кредит, значит. Поэтому он такой хороший писатель. Он был такой игривый, такой маложавый, такой смешной. Не как дедушки других детей, мы даже его не называли дедушкой, только папа. Папа Шолом Алейхам. И он с нами играл, и он шутки продевал, можно так сказать, проделывал. Нужно меня поправлять. Я горжусь своим русским языком, но ошибки делаю, и нужно поправить. Так вот, он раз, когда были гости в доме, пошел в переднюю комнату и перемешал все их галоши. Чтобы было немножко паники, когда они бы уходили. Он научил меня говорить в рифмах. Он когда-то тек потолок, так мама пришла домой и увидела папу Шолом Алейхам и детей. И там ведро, они танцевали около ведра. Он был как ребенок с нами. А я потом узнала, что он нас обожал. Вы сказали очень интересную вещь о том, что Шагал рисовал Шолом Алейхам. Расскажите немножко об этом эпизоде. Моя тетя Маруся, Мария Уэйф Голдберг, которая написала книгу «My father Шолом Алейхам», одна из дочерей, самая младшая дочь Шолом Алейхам. Так у нее, когда она жила, в квартире всегда висел рисунок небольшой Шагала. Молодой Шагал рисует молодого Шолом Алейхама. Сидит молодой Шолом Алейхам, стоит молодой Шагал и его рисует. Замечательная картина. Приехал Шагал в Америку со своей женой. Первая жена Белла, которую он рисовал. Он меня очень любил, от того, что меня тоже звали Белла. Так вот, он приехал с ней, такой старый, такие слезливые голубые глаза. И все очень волновали. Шагал, шагал, чай, чай, нет, нет, сахар, без сахара, кофе, шагал. И вдруг он увидел этот рисунок и вспомнил свою молодость. И поплыл через всех этих людей к стене, снял, прижал это к себе, к сердцу. Сказал, Маруся, я вам дам, какой вы бы не хотели из моих картин за это. А Маруся, неглупая женщина, сказала, шагал, повесьте обратно. А того, что мы потом и знали, что он это так часто делает, но ничего не дает. Мы были на Лоуре-Сайде и выписали из мальчика Моттелла название всех улиц, где происходит действие. Можете себе представить, мы нашли ту пекарню, которая упоминается у Шолома Лейхома. И она до сих пор пекарня, 90 лет. Как это интересно. Это единственное, что осталось, может быть, соленые огурцы, которые там подают. И которые считаются в Америке еврейским лаковством. Хотя, конечно, это русские соленые огурцы. Очень вкусные. Вы любите? Что вы любите из вот такой русско-еврейской еды? Вот, очень люблю эти огурцы. У Чахова чудный рассказ. Бальчик спрашивает отца, папа, а чего, когда кушаешь огурец, во рту пахнет весной? Чехов и Шолома Лейхом так знали детей. Очень похоже. У Чехова написано, ученые веками думали, а ничего умнее соленого огурца не придумали. Я семечки очень люблю. Затем были конфеты. Не знаю, есть ли они. Раковые шейки. Конечно. Вы их знаете? Обожаю. Но их здесь нет, я не видел никогда раковые шеи. Раковые шеи есть такие. В Америке я их не видел, но в России они были. Ах, замечательно. С Шолома Лейхом связано представление, может быть, ярче, чем с любым другим автором, которого я знаю, о еврейском юморе. Чем, по-вашему, суть еврейского юмора? И вообще, откуда взялось такое поэтие? Ведь не про каждый народ скажешь. Еврейский юмор – это смех через слезы. Это поспеиваться над несчастьем. Например, у Шолома Лейхома рассказ, он одной, один человек, слепой на один глаз, другой глаз нехорошо работает, слишком бедный, не может купить очки. И носит только рамки очков, как это говорят? Да-да-да, оправу. Оправу. Его спрашивают, а чего ты носишь тут оправу? Лучше, чем ничего. Так это логика еврейская и юмор еврейский, понимаете? Или в другом рассказе мальчик приходит, его учитель, его реба, болит у него зуб. На второй день, его реба кричит, два зуба болят. На третий день мальчик входит, реба сидит, тихонько. Как два зуба, реба, какие два зуба. Теперь все зубы у меня болят. Это так типично, и это насмешка, и это спасает людей. Как вы думаете, эта черта сохранилась у американских евреев? По-моему, да. По-моему, да. А как язык идиш Шолом Алейхома? Как он звучит сегодня? Вы ведь говорите на его, да? Да, но его так трудно перевести, от того, что он вмешивает единый, и русский, и польский, и древнееврейский. И такой у него сочный, звучащий, замечательный язык. Его стиль, конечно, вы знаете, будто он только так разговаривает с нами. Подойдите ближе, я вам что-то расскажу. Это нелегко. Это замечательный художник. Вы знаете, что он вставал в 5 часов утра, когда сам Бог спал. Стоял, он писал, когда он стоял, как Диккенс, на такой папитре, грызал ногти, смотрел в глубину и посмехивался, будто он слушает, что говорят его герои ему. И он был так, он все время писал. Подносил маленькую такую блокноту и каждый раз что-то записывал. И смеялся, записывал, и смеялся. Кого он нам напоминает больше всего из писателей? Чахов. Чахов. Почему он боится? Его любовь к детям, его понятие о психологии, его в двух или трех строчках вырастает целый человек. Как повлиял Ваш дедушка на Ваш собственный стиль, на Вашу собственную литературу? Это интересный вопрос. Потому что долгое время, когда меня представили как внучку Шеламлейхама, я застенчиво говорила, о, это было самое легкое для меня. Я должна была родиться у его дочери, это все. С тех пор, как вышла моя книжка «Вверх по лестнице, выдущая вниз», и критика очень добро описывала, она имеет такой же юмор и гуманизм и так далее, достойна своего этого, будто мне кто-то позволил, будто кто-то мне сказал, «Белочка, ничего, ты тоже можешь писать». Так с тех пор я гораздо легче пишу. Как Вы думаете, Шеламлейху понравилась бы Ваша книга? Да. И я нахожу у себя очень многого похожего на него. Он на своих рукописи разные картинки делал. Я все время это делала, не зная, что это он тоже делал. Когда я выросла, о, это как у меня. Такие что-то в генах, может быть. Есть такое слово «ген»? Да, конечно. Это интересно, правда. Как можно сметь быть писательницей? Вдучка легенды тоже пишет. Это очень было мне трудно. Давит авторитет, да? А, очень трудно. Я писала много анонимно, псевдонимно, до моей книжки первой. И я успех, мне дал позволение. Я представляю себе, какая-то нагрузка иметь такого деда. Очень трудно. Это не только благословение. Это трудно. У меня замечательные письма от него. Одно письмо у меня есть, и я надеюсь его употребить в моих мемуарах. В 1095 году, до того, что он умер, год до того, что он умер, он написал из Америки, он умер в Америке, для Белочки в Одессе. Я его помню наизусть. Дорогая Белочка, я пишу тебе это письмо, чтоб ты скорее выросла. Научилась писать и писала мне книги. Э, книги. Как это интересно, я сказала книги. Это правильная оговорка. Фройд, верно, улыбается где-то. Чтобы мы могли переписываться. А для того, чтобы вырасти, нужно кушать овощи, суп, пить молока и меньше кушать конфет. Поклон твоим куклам. Твой папа шеломал их. Так вот, сейчас, скажем, мне было тогда, что 4 года, скажем, 86 лет после этого письма я ему хочу ответить. Дорогой папа шеломал их. Я выросла. Я научилась писать. И вот я хочу рассказать себе, как и что с тобой, со мной. Это вроде как мемуары, но чтобы я не говорила про себя все время. И он не знает, как его чувствовали после его смерти, как его любят. Я выступаю в разных местах. И я говорю о нем. И люди подходят дотронуться до меня. Это так трогательно. Знаете, я раз выступала в Монтреале, в Канаде. И я, когда я кончила, очень старый мужчина, как это называется, в коляске для больных, его подвезли на сцену. Он протянул руку, он сказал, я слепой, я ничего не вижу, я глухой, я ничего не слышу. Но когда я узнал, что внучка шла малых, а тут в Монтреале, я настаивала, чтобы меня привезли, чтобы я дотронулся до вашей ручки. Я прямо прослезилась. Любовь к нему переливается, как будто бы, на меня. И это я особенно увидела полтора года тому назад, два года, когда я была на Украине, в Переяславе, в Штаттл, в местечке, где он жил, когда он был маленький. И там немного евреев осталось, но те, которые остались, дотрагивались до меня, до моего платья, будто я какая-то святая к ним появилась. Они его так обожают. И там музей Шолом-Алейхама, и там домик, где он жил. А я ходила по той же дороге, где мальчик Шолом ходил когда-то. Это было очень трогательно. Как по-вашему, как для Шолом-Алейхама прошел переезд в Америку? Как он освоился с Америкой? Очень плохо. И очень трудно. Он был в Америке два раза. В первый раз с большой надеждой, что вот будут две его пьесы показывать. Было два еврейских театра. Эдлер и Томашевский. И оба были открыты, так можно сказать, пьесы открываются впервые. Впервые. В тот же день, в ту же ночь. Так он бегал от него к другому. И цензура была очень плохая. От того, что эти газеты политические были враги и так далее. Он опять приехал в 2014 году. Прожил в Америке полтора года, где он и умер в Нью-Йорке. В бедной маленькой квартире в Бронксе. И я в 57 лет. в 57 лет. Он рассказал Ангел Смерти, никогда не спрашивает, готов ли саванн. И в... Он умер 13 мая. Нет, 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 нет. Он был очень суеверен. Он никогда не писал 13 на рукописи, а 12 А. Значит, он умер в 12 А. И я в Одессе, где я тогда жила, с родителями, пришла телеграмма. Три слова на английском языке. Папа very sick. Вы поняли, что это. И я помню, как мама с Бьяликом, был такой знаменитый поэт. Хайм Нахман Бьялик. Они сидели там на даче у нас на Большом Фонтане и оба плакали. А я хочу это ему все рассказать. Разные награды, что теперь его переводят. Он разно писал моей маме. Я так хотел, чтобы мои рассказы были переведены на английский язык. Я так хотел, чтобы мои пьесы были показаны в Америке. Мои глаза не увидят, может быть, твои увидят. Ну, наши увидели. Правда? Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова